Соответственно, когда у нас становится кривый таз, смещаются позвонки все по диагонали. Та же, как эта, но половина позвонка может уйти в одну сторону, половина в другую. И поэтому вот в этих местах наибольшее защемление бывает. И смещаются оси, то есть плечевые оси вот эти, они уходят по диагонали. Вот здесь, в общем, грудной отдел весь по диагонали уходит. Грудной может в эту уйти в сторону. В общем, как у кого мышцы сыграют, это, в общем, это практически непонятно. Но, вправляя только физику и исправляя только физические какие-то недостатки своего тела, мы не сможем удержать результат надолго, пока мы не снимем психосоматические последствия всех вот этих вещей. Потому что спина, вот боль в спине, это чистая психосоматика. Почему я так уверенно говорю? Потому что очень часто бывают случаи, когда вправляешь просто кости и ставишь спину, то люди возвращаются буквально через час-два, бывает, переходят на следующий день, и уже спина болит, бывает на неделю хватает. И очень важно убирать психосоматический фактор. Первое. Боли в спине начинаются с обид. Человек обижается, у него это вот печень и желчь, поэтому мы очень часто говорим, что желчный человек. Это когда очень много претензий к миру и к людям. И в первую очередь к себе, конечно. Но в социуме мы не привыкли проявлять свою обиду, и ее нечасто можно проговаривать. Или нас не учили в школе с этим работать, и мы не можем просто прощать людей. Поэтому эта обида переходит в агрессию. Агрессию мы тем более не можем проявлять в социуме, потому что нас просто не поймут. И агрессия подавленная, она застревает в желваках. В желвачных мышцах, это вот здесь на скулах. Это когда мы стискиваем зубы. Когда мы злимся, мы стискиваем зубы, и происходит спазм. Все бы ничего, да только каждая мышца связана с другой. То есть желвачные мышцы связаны с трапециевидными, это вот здесь, где шея и плечи. Трапециевидные мышцы имеют связь с бедренными мышцами. То есть это вот здесь, здесь, это все имеет связь. И поэтому происходит так, что когда мы злимся, и мы это подавляем, и мы никак это не можем проявить или простить человека, и не можем обуздать свой гнев, мы его задавливаем, и он происходит спазм. Во-первых, в желваках, во-вторых, поэтому происходит вот здесь, в трапециевидных мышцах и в бедренных. Бедренные мышцы за счет своего спазма, особенно пахового вот здесь, выдавливают из сустава бедро. То есть вот тазобедренный сустав, вот бедро. И получается так, что мы мышцами выдавливаем бедро из сустава, чуть-чуть. Разница в длине ног составляет примерно от полусантиметра до четырех с половиной. Четыре с половиной это максимум то, что я видел. То есть она практически нога не в суставе. И поэтому ее очень важно ставить уже механически. Но очень также важно снять спазм с челюстей, снять спазм с этих трапециевидных мышц и снять спазм с таза, с малого таза, с бедренных мышц. И тогда можно ставить уже ногу на место, поправлять позвоночник, и тогда этот эффект останется на дольше. Но эффект может сохраняться где-то примерно месяц-два, если человек не получит навыков прощения. Поэтому очень важно прощать. Есть определенный психологический инструмент, как письмо прощения. И важно прощать всех людей в течение сорока дней. Это очень крутая техника, которая даст вам навык просто не обижаться на людей и понимать мир таким, какой он есть. Поэтому, так как люди не могут обуздать свои эмоции, где-то 98% людей ходят с больными спинами. И даже я, вот то, что я сейчас здесь объясняю, у меня у самого слетает спина где-то раз в месяц. Каждый раз, когда я заявляю новые цели, каждый раз, когда я ставлю себе какие-то новые, повышаю себе планку и стрессую. Иногда злюсь. Но это нормально, и поэтому, в общем, я с собой работаю и прошу друзей, которые мне тоже ставят ногу. Но, боже, я вам его покажу, кто этот человек. Далее, есть психосоматика. Есть такая, знаете, телесно-ориентированная терапия. И по телесно-ориентированной терапии можно по телу сказать, как человек живет и что с ним происходит. И когда вот эти знания наложились на позвоночник, мне, честно говоря, было очень удивительно. В общем, смотрите. Поясница – это та нагрузка, которую ты не можешь нести сам. Это большая сумма кредита, это новый проект, это новая ответственность, которую я не могу нести. И в этот момент болит спина. Это спина, поясница – это еще стресс, когда увольняют с работы, когда ты приходишь на новую работу. Это, в общем, такие какие-то очень решительные действия, когда тебе нужны, и ты не можешь с собой… В общем, это твой страх, и из страха вырастает стресс, и стресс выходит на поясницу. Грудной отдел – это вот здесь, где сходятся ребра последние. И если вы сделаете проекцию на спину, то это с другой стороны, это подавленное лидерство. Это тогда, когда ты не готов брать ответственность за свою жизнь на себя. Это тогда, когда ты не можешь принимать решение, или не хочешь принимать решение. И тогда болит, в общем, спина в грудном отделе. Шея. Шейный отдел болит у тех людей, которые берут на себя чужую ответственность. Наоборот, они себе ее придумывают. И не надо этого человека ни о чем просить. Тебе важно просто находиться рядом с ним, и он твою работу сделает за тебя, не спросив тебя даже. В общем, тебе просто достаточно находиться. То есть, это те люди, которые тащат. Это те люди, которые тащат чужие проблемы на своей спине, на своей шее. У таких людей болит шея. В общем, сегодня получилось вместо двух аспектов, получилось три. Это физика, это психосоматика, и получилась психосоматика и телесно-ориентированная терапия. Я думаю, что эти знания помогут вам при лечении спины. И любой человек может понять, почему болит спина, что с этим делать и как. Я очень долго в ютубе смотрел всякие ролики по боли в спине, почему-то все немного перевернуто. И, возможно, я ошибаюсь. Если я ошибаюсь, вы можете писать комментарии. Но это вот моя логика. Это то, как я понял. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...